Всем привет! Это МХЛ удивляет! Программа, которая расскажет вам о самых интересных и ярких событиях молодежки. МХЛ Хорошее ощущение. Приятно всегда забивать. Когда ты забиваешь, это всегда приятно. А когда еще и четыре, это вдвойне приятно даже, так скажем, в четверне. Не знаю, не могу сказать, что это мое достижение, но главное, что получилось забить, давно не забивал. Плюс команда выделила, это самое главное. Есть какое-то ощущение окрыленности, может быть, в таких матчах, что все получается? Ну, чувствовалось, что да, как будто именно мой день был, что где-то в каких моментах, может быть, везло. Ну да, была такая немного окрыленность, что все получается. Знаешь, тут еще такой момент, я глянул статистику твою, у тебя, по-моему, там три или четыре дубля было в МХЛ, а хитрик ты ни разу не делал, и тут сразу такой скачок. Вот я просто после игры сразу задумался, что было столько дублей, ни одного хитрик, а тут сразу покер. А вот как раз когда хитрик сделал, он третью забил, я имею в виду, выдохнул как-то вот просто для себя, что вот, ну, галочку теперь можно поставить. Ну, честно скажу, да, было такое. Получается, в конце первого периода было большинство. Я думаю, ну, можно даже за первый период хитрик сделать. Вот так и получилось. Вот как раз если говорить про реализацию вообще, какие у тебя сейчас вот цели на этот сезон, потому что вот у тебя уже в прошлое получился такой напополам в молодежке и в вышке. А сейчас вообще вот какие у тебя цели, задачи? Преждевременно это нужно заявить о себе уже во взрослом хоккее, а не в молодежке, но здесь я сейчас нахожусь, чтобы набрать свои уверенности, чтобы уже как-то заново шагнуть во взрослую лигу. А когда ты вот забил 4 в одной игре, уже вот после того, как матч закончился, немножко закрадывались в голову мысли, что вот сейчас могут и, может быть, в главную команду позвать? Честно, не было таких мыслей. Я понимал, что я нахожусь в молодежке, потому что так надо, чтобы набраться этой уверенности, опять же скажу. Ну, потому что это были не только из моих побуждения, а из побуждения руководства. Мне сказали, вот здесь сейчас надо быть лидером и вести свою команду. Но мысли о том, что могут позвать в первую команду, ну, не было. Почему-то даже как-то не задумывался об этом. Прорвало молодежь и в КХЛ. Например, Михаил Грасс из «Металлурга» показал, как нужно дебютировать. Забросил первую шайбу в лиге уже в первой же игре. Александр Рыков из «Трактора» тоже не стал долго ждать. В первом же матче в КХЛ быстро убежал в контратаку и открыл счет. И в матче, и своим голам. Защитник Егор Никитин тоже отметился интересно. Забил дебютную в КХЛ московскому «Динамо», которая его и отправила в аренду в «Адмирал». Матвей Бабенко из «Салават Юлаева» забросил дебютную в пустые ворота. Но даже здесь пришлось хорошенько напрячься. Владислав Раздьяконов из «Автомобилиста» удачно подправил. Забил первую в КХЛ и стал автором единственной шайбы в матче. Сибиряк Иван Климович уже забивал. Но, возможно, вторую шайбу запомнит даже лучше, чем дебютную. Галы в падении – большая редкость. Один из самых ярких новичков в КХЛ Никита Артамонов из «Торпеда» к концу сентября остается без голов. Но компенсирует это другим. 7 передач в 10 матчах и входит в топ-10 лучших ассистентов лиги. СКА 1946 показал игру с «Алмазом» глазами администратора команды Никиты Тюжина. И мы теперь знаем, кто задает атмосферу в команде. За полной версией переходите в соцсети клуба. «Тренер Артем Владимирович Караваев. Хорош, мужик. Желтый галстук ему не идет. О, мы гол забили. Ура, ура, ура. Ждете нас перед Новым годом? А мы перед Новым годом? 27, 29 декабря до вас. Под дорогой валян накрыть. Случайно было для всей Егоров. А это погремушка. Эй, плосочек. Плывет. Плывет, плывет. Кирилл, как у вас настроение? Отлично. Вы настроены? Очень сильно. Хорошо будете лавку открывать? Супречно. Как вы все, выспались сегодня? Да. Что на обед ели? Макароны с курицей. А на завтрак? Я не ходил на завтрак. Опа-на, шрап. А на полник? Сэндвич. Сэндвич. С колбасой. Ладно, все, иди. Сэндвич, как у вас настроение? Не дай бог сегодня из обеда. Кольске вам не буду выдавать больше. Хобей и так не выдавим. Так и ты не ломаешь, ты молодец. Главное забивай. Ладно. Либо хоккейник твое. Никита Гордобитов. Никита, как у вас настроение? Отлично. Почему вы сегодня не играете? Дурак вы того, что в обороне играть не умеет. Ну, все по делу сказал. Судя по всему. Держи голосок. Николай Лемтюгов неплохо дебютировал в качестве главного тренера. В восьми матчах «Атлант» победил в пяти. Причем четыре виктории приходятся на матчи с командами из золотого дивизиона. Мытищенцы борются за лидерство в серебряном дивизионе Запада. Правда, сам Николай Александрович говорит, что может полысеть от того, как порой играют его хоккеисты. Спартаковец Федор Храпов успешно съездил на Сахалин. Собрал хоккейный фулл-хаус, сделал хет-трик и отдал две передачи в матче с сахалинскими акулами. Красноармеец Матвей Васин тоже ярко провел время на Дальнем Востоке. Сделал четыре передачи и оформил дубль. Итого шесть очков в игре во Владивостоке. В этом же матче Кирилл Николенко из тайфуна сотворил маленькую красоту. Обошел трех соперников и отправил шайбу в ворота. Когда у хоккеистов жесткая диета, во время игр может случиться всякое. Действующий чемпион Кубка Харламова Чайков возобновил свой влог. Например, там можно узнать, с кем знакомятся в самолете хоккеисты и кого приглашают на свои игры. Спойлер. Иностранца. Смотрите полную версию в соцсетях клуба. Я буду хоккей, я позвоню. Я расскажу. Ли Шуэй, Ли Шуэй. Окей, окей. Энды? Энды, Лиа. Как вы с ней познакомились? Мы сидели в средних местах. Ли Шуэй, канала «Сторона» из Китая. Прилетел в Нижний учиться в музыкальной школе. Ага. И 22. И... И все. И очень интересна Россия. А оказывается, хорошо английский, знаешь? Ну да. Ну? Тебе еще один плюсик в карму. Я бы еще раз Ли Шуэй сказал, что у России с Китаем отличное отношение, что политики китайские уважают Россию и очень любят. Поэтому у нас много китайских машин теперь. Я тебя прямо снизу снимаю. И в ее повинке живет 24 миллиона человек. 24 миллиона? Да. А в Нижнем сколько? Полтора. Еще я учусь послушать русскую музыку. Какую? В Китае тестировал. Мне понравилось. Мне понравилось? Ну вы номерами обменялись? А у нее какой-то китайский номер. У нее нет мессенджера. А вот в Китае вернее, что мы снижали. Так, как ты играешь. Ну ты какой-то контакт ее взял? Мы ее сводим на хоккей. А мне не знаю, что такое китай. У нее есть бойфрионт в Китае. Он ее ведет. Ну он в Китае, а ты здесь. Так, записывай. Она говорит, у нее нет узкотелефонной карты. Почта, почта. Е-мейл. Спрашивай е-мейл. Окей. Кажем. Сейчас на Китае зима с хоккей притащим. Ну, знаешь, какой у нее будет шок над Коноваленко? Это караул. Караул? В прошлом сезоне Артемий Плешков боролся за звание лучшего вратаря МХЛ, а в этом спасает петербургский СКА в КХЛ. С Плешковым в воротах армейцы с Невы прервали пятиматчевую серию поражений и одержали три победы к ряду. К тому же в игре с Амуром Артемий сделал первый сухарь в КХЛ. Хорошие положительные эмоции получили, выиграли. Хорошая игра. Есть, конечно, чем работать. Всем после недачных поражений набираем хорошие хода. Твой первый сухарь в карьере в КХЛ. Как ощущения? Ну, слышно по моему голосу, наверное. Тяжелая чуть игра получилась после перелета. Мало опыта у меня все равно пока с такими играми. Но, слава богу, что получилось играть на ноль. Еще раз повторюсь. Ребята сегодня очень помогли. Много поймали на себя. Спасибо большое тренерскому штабу за доверие, что дают играть. Это вообще для тебя первый матч в КХЛ на Дальнем Востоке. Ты, по-моему, дальше Уфы или Омска не выбирался. Что это за ощущение? Пришлось ли как-то по-другому работать? Да нет, на самом деле как-то игралось спокойно, обычно. После игры только ощущается, что чуть усталость больше, чем обычно. А так, в принципе, интересный опыт. А как ощущение еще и от того, что у тебя сегодня первый сухарь и впервые у тебя два матча подряд две победы? Да что сказать, ну здорово, здорово. Хорошая команда, побеждаем. Надо продолжать дальше, не останавливаться на этом. А чувствуется еще дополнительные, может быть, эмоции или какая-то ответственность, что вот как раз такой переломный момент у команды наступил именно вот с твоим появлением в воротах? Я стараюсь об этом не думать. Рад, что у нас все получается. И думаем только об этом. Двигаемся дальше. Я так смотрел сегодня. У тебя ты постоянно во всех моментах, если есть возможность, старался возвращать шайбу в игру, то есть не фиксировать. Это вот установка тренера или твое личное, вот откуда? Ну, у нас есть коммуникация с защитниками, с нападающими. То есть друг другу подсказываем, слушаю их, что они говорят. Потому что если есть возможность создать шайбу, почему бы не дать продолжить игру. Во втором мы стараемся больше зажимать. Дальняя лавка, чтобы не переиграли ребята. По моментам играем. А, по-моему, в третьем периоде у тебя был момент, когда ты прыгнул за шайбой, и там Яков Рылов за ней тоже потянулся. Какое-то общение потом было. Этот вот момент немножко прокомментирую. И что за общение было, что ты потом Якову сказал? Скочила шайба немного неудачно, не успел накрыть сразу. Но он не попал ни по рукам, ничего ему как бы судьи сказали, мне кажется, за это. Но я сразу подъехал, сказал, что все нормально, ты не попал никуда. То есть все было по моменту четко сыграно, без нарушений правил. И он как бы понял. А поздравляли ли лично парни? Как-то тебя там, может быть, уже под конец игры там все уже думали о том, чтобы говорили, как бы засушить? Да не знаю, что были разговоры на лавке. Я старался не думать об этом. Конечно, тяжело не думать. Но надо уметь справляться с этим. Поздравили уже в развивалке после игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Россовской dicht莫-лентиansen Хорошоhabили уже на картошне. Продолжение следует...